я нажал даже никакой роли нет здравствуйте не видно видно вам видно да видно ну слава богу послушайте у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет я не против и никогда чтобы не были против потому что сразу закрываю и зачем это так рассказывайте кто вы откуда и зачем я рустам гусейнов вот я из днр это сейчас непризнанная республика возле донецка город макиевка я уже как-то звонил вот где-то месяц назад или полтора месяца назад ну вы сказали перезвонить это через месяц а и до этого я скидывал вам какие-то там видеоролики не какие-то но они связаны с протестантизмом а именно баптизмом и разными проповедями кошка лазит мешает ну и посмотрел там пропущенный от вас за 24 марта получается я подумал что вы звонили а я просто не был в сети ну я никому не звоню никогда поэтому я не звонил а вот а сейчас у меня получается такой период я нахожусь ну как в духовных сметь в духовном смятении или как это понять вот и не имею корня в себе понимаете я старался и православии простин до протестантизме и знаете вот в чем беда нахожу возле себя вот не верующих людей а именно лицемеров которые ну за этой ширмой вера за этой ширмой христианства к сожалению обманывают понимаете логут они не живут библии эти люди не живут библии вот и и ну сейчас на данный момент ну как сталкиваюсь таким да что ну и на работе например да множество множество моментов вот которые конечно же хочется решить в рамках закона вот я работаю врачом в больнице да и ну вот у нас такая медицина к сожалению она не страховая и не бесплатно далеко и нет но даже помощи знаете вот малоимущим а я вот сейчас стоит получается за эти законы обращаясь борюсь с этим чтобы хотя бы малоимущим было бесплатное обследование сам бесплатно кстати смотрю пациентов вот и хотел вас спросить совета может быть во первых первое что мне делать вообще есть ли выход именно в моей конкретной ситуации по поводу духовного поиска и и так сказать по поводу нахождение уже основания понимаете чтобы вот это быть без метаний чтобы найти свое основание найти свой корень и все и второй вопрос можно ли во свете библии отстаивать свои права человека вот и ну бороться за них либо вообще не стоит этим заниматься просто веровать и пропускать через себя уйму несправедливость и и так далее и тому подобное в общем вот эти вот два вопроса два совета хотела вас спросить по поводу духовного не по поводу духовной нестабильности по поводу стоит ли бороться за права человека во свете библии что ли у вас тут не два вопроса больше каждый вопрос еще и под вопросы имеют смотря что именно за свои права какие права права если у вас украли овечку это ваши права это дает вам право и судиться даже с епископом по канонам допустим епископские работник утащил архиерейский стол было такое в жизни то то имеете право но имеете право и не судиться то есть выбери какой тебе вариант более щадящий потому что когда мы прощаем один результат будет а когда мы начинаем добиваться чего-то мы поневоле того кто нас обидел тащим в кутузку уже в суд это означает мы вышли на тропу войны и поэтому рассчитай свои силы и евангелие нам говорит о том что если у тебя 10 тысяч а у тех 20 тысяч то лучше вовремя запросить мира или начало строить башню а средств нету на половине и не будут ли смеяться над тобою и видите как вы вот ко мне обратились может даже не знаете мою биографию я судился очень много после освобождения я сидел не преступника тогда называли узники совести диссиденты это материалы которые засудили меня они на моем самке находится 12 томов златоуста начитана 12 книг жития святых там библия и архипелагу лак еще и стихи про ленина там были вот и когда я вернулся а потом реабилитирован был я начал судиться вернуть конфисковано что у меня было я соль и было она оценена моя фанатеха в 11 миллиардов это не два рубля не доминированная и суд продолжался 11 лет это понимаете сколько как говорят нервов здесь вот я не нервы горя вообще терпение надо было стоило у меня забрали я свое прошу отдать назад закон на моей стороне и и 11 лет отменяют и все и как будто они не брали хотя брали они перекидывать на кого-то и наконец нашлась какая-то президиуме верховного суда ссср это там еще при советской власти было и отправляет барнаул перерешить все и вдруг глава алтайской юриспруденции это называется здесь у них тогда был сейчас генерал-лейтенант сейчас генерал-лейтенант он да действительно проценко он встает на мою сторону из юристов бывший секретарь райкома партии ремнева становится на мою сторону прокурор края становится на мою сторону глава города в мэр становится на мой все бог повернул и начались ходатайство с их стороны и заново идет суд и я его выиграл но заплатили только одну двухсотую часть эти 200 рублей даже были один только рубль мне отдали но и рассчитываться было нечем и друг бог ставит судебный исполнитель такая женщина которая пришла в городской администрации а ее сделали ответственной арестовывать все вклады ни один учитель не врач не получит деньги пока слабким не рассчитаетесь и тогда пошли переговоры рассчитаться недвижимостью у них денег нету в кассе я получил 13 соток центре города едва дома в одном молимся в другом вот я сейчас сами разговариваю стоило ясно дело стоило это стоило говорится выделка стоит этой шкурки но иногда стоит так если ты лично было лично тебя обидели где-то в чем-то махнуть мне вот каждый раз приходится сражаться почему за мной слишком много ставится я начальник детского лагеря если они бьют детский лагерь я поневоле обязан защитить иначе они все это хулят и все до одного процесса я выиграл все до одного и поэтому ваша обстановка надо посмотреть конкретно я подробности не знаю поэтому никаких решений советов дать не могу начинать молиться вот меня спрашивают отовсюду приходит я ответить только здесь я отвечаю на 4124 вопроса в разных университетах три радиопрограммы вел то есть опыт у меня громаднейший но я никогда не берусь отвечать не молился ответ один не молился иногда месяц уходит больше и тогда ответ поступает при том ответ очень интересный я не слышу голоса а мне на мысль на молитву приходит раз и другое одно место библии святой я это место посылаю человеку и говорю а теперь пойди к своему духовнику в православную церковь не к еретикам не к сектантам не баптистам и там помолитесь и что тебе бог ответит через священника то есть меня обвинять они в чем я своем не даю решение это не других хватается за это я говорю кто так решает я не берусь решать вообще ну если такое маленькое где-то ставь 4 вопроса вы их запишите себе вот вас вопрос надо брать не брать там деньги по работе первый вопрос ставьте пишите себе сейчас пишите ну коротко так нами наметку сделайте что я ищу в этом духовного или телесного временного или вечного то есть когда мы умрем нам потребуется разрешение этого просто в той позиции которой мы желали бы первый вопрос второе что по этому вопросу говорит святая библия то есть ты должен библию знать от корки до корки наизусть практически но библия говорится в толковании святых отцов православной церкви канона в церкви а это не два не три канона а 719 правил и ты должен по ним поступить жития святых 1173 жития вот в этом ракурсе когда говорим библия это она стянет и при том толкование это предание церковно 300 томов это очень и очень непростой вопрос третье что говорит вам об этом ваша совесть хотя это ненадежный источник мой совесть сожженная но все равно помолиться что совесть и четвертый вопрос не будет ли это в соблазн во вред кому-то и когда все вопросы разрешены тебе уже крышка открыта ты уже видишь окно распахнуто ты можешь видеть вдаль вдаль вечно смотреть и вот с этой позиции все вопросы поставьте прорешайте этот ролик у нас выйдет примерно через недели полторы и вы его увидите и дальше заново прослушайте и скажете а вот вот о чем говорили мы значит если вы хотите кончить свои метания чтобы нигде не было я все это прошел у меня метание не было просто я решил исследовать мировые религии мусульманство от начала до конца поэтому у меня 38 книг вышли из печати эти не два тома каждый том 752 страницы один том посвящен корану я его разбираю по сурам и аятам подряд сравнение с библией я его не несколько раз просчитал поэтому мне он известен если я говорю о буддизме защите от самого основания все просмотрел во свете библии католицизм во свете библии все протестанты все известное течение то есть проделана была какая-то работа и я нашел что лучше чище православия ничего нету я пришел не потому что мои родители были церкви они не были мы не знали мы и старообрядцев кержаки беспоповцы но у меня был страх божий меня бог сохранил от главных грехов от воровства матерщины женщин я этого не знал и поэтому у меня как чистая страница была и бог мне дал в руки библии и меня никто не убеждал я считал и все готовы уже через полчаса я готов был стать на колени это бог так сделал и поэтому у меня очень необычный был путь я на все ищу ответ на четыре вопроса это четыре вопроса это моя наработка я нигде не брал и когда так смотрю то ошибки на сто процентов исключаются на сто процентов вот я начале детского лагеря а люди-то разные ребятишки то бывает чуть-чуть верят или так вижу подсунуть его и дерутся там бывает и материться у меня в лагере начали в течение одной недели полный порядок по одной плашке ходят и это не день не два а 45 лет без помощи государства и тысячи детей отдохнули нет такого лагеря мы были единственная но ему-то 45 лет при советской власти а как это и мы старались создать сто процентную защищенность ребенка не один не заболел не один не повредился ни один другого не обзовет но если вы занимались чужими детьми лагерь поймете что это я не слова проблемы не употребляю говорю нерешенные вопросы заменяю это очень и очень и непросто и поэтому ваша ситуация найти где лучше вы закончите если вы пришли ко мне я сразу вопрос задам а почему вы на меня именно вышли с этими вопросами к вам да почему на ко мне пошли они не к тем которые священники известны там ткачев димитрию потому что вы говорите правду вы говорите истину вы говорите по канонам церкви все правильно все верно все достоверно я вас уже давно просто смотрю поэтому вам не доверяю поэтому раз пришли сюда спрашивайте я вам отвечаю вы можете все слова мои проверять а можете просто поверить а поверить в общем и искание ваше никогда не закончится у вас времени нет двери врача не должны запираться кинг-тоге говорит а двери священника должен быть всегда открыты вот ответ вы врач телес мы с вами родные братья я душами занимаюсь но и телом я занимаюсь телом вот маленький пример у меня на работке медицине есть допустим у человека изжога ой соды возьмите ни в коем случае соду не надо брать на эту реакцию в животе новая порция будет выбрасываться еще большем количестве а как обыкновенные сухари возьми два сухаря вот я показываю такого размера и медленно разжевывай сухие сухие пережевывай и глотай не запивай и после этого как проживешь и не торопись ну мало два три сухаря съешь если можешь мед настоящий положечки после этого слежи не запивай ничего не надо больше нет ничего ты даже забудешь что была изжога я нигде это не считал я просто практики а не теоретик я повторяю эту празу и вот если вы мне поверили сейчас и искание вашего и продолжайте если вам нравится но заранее примите идите в церковь православную к сектантам больше не ходите найдите хорошего священника как хорошего но видите что он расположен к вам и все ему изложите московский патриархат тем более в украине не филаретовским туда не надо идти потому что филарет запрещен и предан анафеме был это тоже надо иметь ввиду хотя для меня это анафема ничего не значит я я к нему не принадлежу но к нему на исповедь я бы не пошел он поехал оружие выпрашивать там против вашей республики тому это и проще тут другой вопрос если вы расслышали что я сказал вам уже будет легко сразу посты сейчас последний неделю половина недели поста великого если не соблюдали объявите строгий пост не пейте не ешьте хотя бы дня два и пасху христову встретить как настоящий православный пойдите в храм божий обязательно заведите хорошее отношение со священником московского патриархата и ему все это изложите не скройте что со мной знаетесь и он будет против меня и это вас не должно оттолкнуть от него он против он не знает все он может быть другом будет отношением людей ко мне не не решайте свои вопросы ко мне многие относятся отрицательно но намного больше в разы которая положительно отрицательно относится тех которых задевает а я никому не угождаю у меня нет должности я смотрю поверх голов так написано в библии так говорит господь бог я обязан возвестить патриарху в он писал письма генеральным секретарям горбачеву там какие были до него я ни на кого не смотрю никогда зачем мы умрем я лицемером окажусь мне и до меня уже 78 лет вот будет через два три месяца я никогда этим не занимался вот и поэтому вопрос ваш относительно первого поиска уже решен будет но вы хотите исследуйте узнавайте но не ходите по литературе смотрите не обязательно ехать в иерусалим когда можно открыть и видеть как люди знают там живут в иерусалиме показывают иерусалим я вам скину данные в иерусалиме у меня богатейшие ну это фотографии там который тамошний человек снимал по любому вопросу у меня везде есть под на нашем сайте 55 папок и там поиск вера вы в нее зайдите сайт я крискину вам данные после разговора здесь не уходите как вы крещеные следуете если не в полное погружение вы не крещеные тогда вам проще искать где крестят полное погружение а я скажу что из донецка есть священник один служит в москве рядом с храмом христа спасителя на этой стороне канала метров 250 игумен отец кирилл сахаров игумен московского патриархата он крестит полное погружение а иные поехали на афон и вот это лоб мочит это украина заразила нас эти потому что они а каталищины ваши священники то и они там и даже ни во что ставят это мочение всех заново крестят обманутые были подумайте найдите данные как вы крещеная у нас крещение будет полное погружение 9 июля к нам приезжают люди все нынче из канады летят с франции с германии поэтому если нигде не найдете ну и потом мы будем еще переписываться еще время ездить 9 июля можно даже приехать у меня как раз отпуск будет в июле вот и можете тогда побыть бороду больше не трогайте не скоблите не надо выпадать их она еще очень сложно понимаете когда ты находишься не в общей не извините что вас перебил даже не оговаривайтесь вы найдите сейчас врачей какие владимир иванович даль какой прекрасный врач был с бородой вы по порядку посмотрите столько военно были макаров какая борода вот какая у него а как первая ведь цены остальные это были мусульмане все с бородами надеться здесь и все я вот на военном билете уже с бородой и поэтому это насилие хуже изнасилования обещащие мне очень сильное на нашем сайте вы найдете там обрадобритие из книга там открытой к истинному православию вы увидите и там трехтомник новое толкование нового завета по блаженному филакту вот там она у меня 41 книга стоит я вам это все скину вот ответ на ваши вопросы пожалуйста еще вопрос а вот но у меня немножко да есть уже духовного опыта и почему-то так случается что когда ну вот одеваю крестик на себя хожу в храм я ну как меньше занимаюсь чтением библии и этому автоматически происходит почему так а я не понял где вы чтение библии в храме называете нет чтение библии дома но а какое отношение к храму это имеет ну я когда одеваю крестик знаете много себя делаю послаблений там я не знаю смотрю видео там не знаю вы сейчас без крестика сидите без крестика ну я еще могу сказать это оружие на дьявола он им разбитый крестом на голгофе смертью смерть поправ а вы его это сатана вас доставляет это вы даже вещи назвать своими именами на тельных крестик не снимать ни в бане нигде я был в тюрьмах там прошел пять тюрьм лагерь и нигде не снимал не в армии но там мне в армии приходило где-то пришить его потому что там срывали 60 60-е годы еще было там еще коммунизм крепкий был а еще и найти техонович а лучше ему можно одевать католический крестик он чем-то отличается от православного или нет ну как принципиального различия резко говорят он и в африке крест я бы не надел если никакого нету тогда дело другое но есть православные храмы вы православные старайтесь и атрибутику православную иметь атака может я буду по католическим молиться вот так вот пятью пальцами можно это даже более правильно но вы находит сверки в сверки может двуперстия как князь владимир крестил и троеперстия после патриарха никона у нас в храмах молятся и так и так в наших храмах в наших мы к рпцз относимся и поэтому сами смотрите но если вы православию склонны но я вас от католиков не пытаюсь отговаривать но все-таки православие намного выше у них и посты соблюдается и сама форма святые посмотри они даже папа бритый ну куда это годится то женоподобные лица еще две мамы в доме ну посмотри на иконы христос бородой апостолы с бородами в новоозаветнем то все все апостолы златоуз никола чудотворец возьми сексинская мадонна это католическое изображение это ну кто на росте но рафаэль и однако рисует на папа то с бородой откуда они взяли сегодняшних безбородых то мы знаем историю разговаривать стыдно с рам один это от блудницы идет которая папе сказал или бороду сбрею или тебя не знаю никак это вы в украине живете вот вы услышали один раз я больше повторять не буду у меня задача стоит не убеждать а возвестись спорить я вообще не спорю спорить кто ничего не знает у меня сапоризм такой мой а кто знает он возвещает истину ты услышал да великое ли дело то сразу шнур оторвал выбросил и все шнур оставь себе может сгодиться не под каким видом не прикасаться больше и вы увидите нужен я вам или нет и может я какой фанатик экстремист вы сатана подставит разные слова но я вам говорю так как есть церковь православная она отличается от других что она держит апостольские предания посмотри нашего патриарха и сравни папу римского что сравнивать то даже чтобы не говорили на нашего патриарха кирилла какой у него вид то у него вид то какой то представительный интеллигентный иконописный лик у него но не надо глупость это еще сравнивать бритое лицо папа стоит там сморщенный весь зачем он бреет они выявили это правило а вот старокатолики не бреют старокатолики и посмотри на украине на архиереев все с бородами православные я не знаю вам возможность есть или нет на украине во львове жил у его августин звать где он там служит часа он наверное митрополит адам его и имя мирское адам и вот с ним можно разговаривать мы у него были были у него там на украине когда он был священником усказать или интересно у него мирское имя адам была жена его но нашел же такую а потом стал священником архиепизма можно один вопрос а найти вот я живу без жены да я не женатый человек и не был еще женат а мне вот в июне месяца будут только 28 лет и такое знаете странное происходит но это уже может всем известно что когда спишь что-то приснится и вот получается осквернился и это знаете это меня так омрачает и я становлюсь слабее и на память влияет на мою нервную систему влияет это можно как-нибудь вот с помощью духовности избавиться от этого можно это меня очень мучает и гложет я просто не могу если вы ничего не делаете рукой не прикасаетесь не вызывайте себе нет то это истечения полюция она никакого не дает результата там ослабление это и понятно это мужская сила но но вы должны помнить что апостол павел говорит лучше жениться чем разжигаться но если женитесь у вас только скорбей новых будет вам не перенести вы лишний вес себя уберите вам видно что у вас лишний вес вы себя сколько вас рост мне метр семьдесят девять а вешаю около 100 килограмм надо убирать считаю что 20 с лишним килограмм надо сбрасывать а вот лишний вес это я откуда идет лишний вес четыре причины первое самое натуральное обжорство объедение и не надо говорить что это у меня там диабет или что-то нет это лишние калории ты обвели пост войну этой плоти у меня в камере один сидел у него такой живот был пузо через полторы две недели он не ел ничего все ушло все как будто не было обвисло и нету ничего вот первое второе эти люди ленивые они думают что труженики они ленивые надо работать на физической работе вот мне господь позволял две работы физических иметь всю жизнь я настройки выработка двести восемьдесят триста процентов то есть ты должен быстро работать кидать землю класть кирпичи таскать бревна рельсы все пойти в шахту можете на время отойти пойти не врачом поработать а устроиться на стройку где-то тем более у вас много разрушений там третье это много спанье вы свой сон сократите вот мы встаем всегда в 4 40 по нашему времени у вас 4 40 к по вашему будет вставай в одно время и сократить с первого дня не больше шести часов сразу обрежь а потом помаленьку укорачивай и ты можешь дойти до трех часов вот но это обжорство третья лень матушка второе третье много спанье и четвертая беспечность а это трин трава где беда он не переживает он переживает только за свою утробу за работу за жену у вас дальше кругозор не будет лень а лень это что но утроба это выпить надо пиво маленькое даже разбухает клетки растягивает брюшину скинуть это все себя как огня бояться лишнего килограмма днем никогда не ложится никогда если сильно уставший просто откинься вот так чтобы голова твоя не дергалась и 10-15 минут не больше поставь будильник и ты увидишь как леонардо да винчи об этом пишет вы костника елизарова знаете как врач он три часа спал не больше я в жизни своей сократил до два с половиной часа было два сам мужчина плоть вот эту платежку не жалеете она должна быть рабыней у нашей души они командуют над моей душой вот это рабыня все вот смотрите сколько у вас уже сейчас библии так и считаете храм ходите хотя бы два раза в неделю субботу воскресенье православный московского патриархата найдите вот и дальше бритвы не касайтесь себя соблюдайте пост вы встретите пасху другую я вам разрешаю ко мне прийти но в пределах через месяц вы вопросы все выпишите чтобы было четко ясно но при условии что вы будете другой у вас что если рубашка чтобы застегнута была до последней пуговки никогда не расстегивайте это масонский знак галстук никогда не надевайте крестик наденьте купите в православном храме есть есть ясно и еще хотел уточнить может быть вот эти духовные поиски связаны с тем что я неправильно крещен не троекратно не знаю но то что человек не не крещеный вот то что вы делали думали крещение все смывает вы получаете омовение водах святых а то и крещение не признается 50 правилам апостольским и кто вас так мазал это не крестил он должен быть извергнут из сана священники до 30 лет не могут быть священниками они извергаются 6 вселенский собор 14 15 правила они подряд нарушают и 719 правил сегодня 413 каждый день нарушаются 57 процентов это моя наработка вот ответ один раз услышал второй раз к этому вопросу уже мы не выходим я вижу что вы не исполняете встречи прекращаются а зачем время терять на тебя ты скоро разъешься говорится в экран не будешь ходить зачем тебе это нужно мужчина должен быть подтянутый живот у него должен как вы знаете в армии как подтягивать чтобы руку не подсунуть а 100 замер себя 180 значит не больше отними 100 его там твой предельная планка выше этой не поднимайся по весу рост мы не можем выше ниже сделать а вес можем вот изо рта это все идет а то горит я болен я бы если ты не съешь откуда если бы болезнь была такая то коровам колхозным свиньям привели бы эту болезнь чтобы не кормить и сало росло не вырастет у коровы молоко на языке у вас имя русских правильно ну правильно именно рустам 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 но вы посмотрите по календарю по моему там рустик рустама нету рустам это иранское имя меня так называют вас крестить буду то есть русское имя рустик она очень похожая близкая не но я в православной церкви как рома крещен рома роману это может быть они не знают что русских там есть совсем похожи романа много русик один надо имена такие которые на этот день выбросли делать разрешается то такое имя чтобы она не было шаблонным вот у нас тут пришли 4 пищица рукоположил и архиерея всей игоре 4 игоря в городе погиб глава глава городского самоуправления мэр города владимир николаевич а на его место заместитель владимир николаевич я работаю сотрудник в тюрьме владимир николаевич пошел в краевой администрации владимир николаевич еще нормально что ли а возьмите раньше как было даже в правительстве климент ефремович ворошилов клименты где в школах ефрем и где даже сталин был это и осип иларионович и осева еще найдешь и осип а илариона вряд ли найдешь иларион только монашеские имена ясно еще хотел последний уточнить ну как православной церкви заведено что они она хранит рукоположение непрерывно хранит она истинная церковь да ну вот некоторые протестанты я ранее просто общался не утверждают что как бы ну по библии ну таки есть я просто сверил что апостолов не 12 а 13 последний пак от кого получили они смысле а они получили а еретики то от кого получили а еретики они говорят что якобы от католиков вот врут они врут никого не было ни одного епископа они прибегают прибегают к дьявольской лжи лошадь дьявол лжеца отец лжи никого не было они самозванцы им только дофана верон и корей числа 16 глава это они последователи их я не говорю что они плохие они хорошие люди все но хороших в аду много много есть такой фильм бег свои зада побег и зада и там он увидел когда так он хороший человек он это много в аду хороших вот просто они говорят что павел он же савл он не был рукоположен апостолами он был выбран иисусом христом господом и они возлагал руки анане это ученик иисуса христа он же ну и еврей вот это все отговорки пустое он был апостол говорит не видел ли я господа павел пишет в это больше никого не было а то спустя 18 столетий они появились а мы как апостола павла бога принуждает чтобы он их признал за апостола павла нету вы иудина племя скажи дофана верона корее внуки с ними разговаривать так как они того достойны они раскололи церковь они обольщают людей сейчас у вас особенно украина этот плацдарм сатаны для всех всех и там у вас это хиньи бен едет там и журавлев сергей там новое какое-то реформирование все филареты все эти харизматы вся мерзость украина идет это стартовая площадка для заражения ересью россии ваши попы приезжают они бритые до того неприятно смотреть а вот еще заметил что только в православии у меня есть смиренно-мудрия вот я снимаю крест и когда снимаю крест иду ну к примеру да на собрание я никогда не был членом какой-то секты просто я присутствовал на собрании изучала слова вот и а у них как бы нету такого смиренно-мудрия да и у нас в принципе у прихожан наших я бы не сказал что она есть у нас такие чисто люди ходят в храм для того чтобы ну как получать благодать и все а носят крест и выпивают и алкоголь и делают непристойные вещи понимаете я в этом смраде просто варюсь один а я такой человек но без библии жить не могу понимаете и слово божье оно как написано понимаете если вы меня понимаете написано ждание одним хлебом насущным будет жить человеком всяким словом исходящим из уст божьих такие вот ну естественно же я и хлебом насущным живу и словом божьим как видите я плотноват да я вам все подскажу вы критикам не ходите исследовать слово божье с ними нельзя они не имеют толкования наследие церкви патристика патрология меня от них отсутствие тут у нас из-за на новый завет вы видели какой ну да вот я вам покажу сейчас дай-ка трех топник полное толкование нового завета вот и знаете тихо ночи я скачал себе в электронном формате до вашей лошадь не найти нигде больше такого со мной на телескопе всегда да вот этот ваш библия столкование вы никогда не употребляйте слово динаминации конфессия этих слов нету в библии это сатана прикрыл слова ересь он двумя покровами динаминации вроде что-то ничего не там ересь конфессия это там ересь церковь церковь и ересь вот церковь и ересь огонь и вода царство божие и от тут все у бога щетка а вот еще хотел вашего одного как бы может быть как совета спросить да вы не советуете жениться вообще вот если по хорошему счету да как это говорил апостол павел именно в наши дни с учетом наших дней почему еще задаю этот вопрос потому что ну вот сколько живу да и вижу что женщины они непослушные непокорные я аргументирую это тем что жене глава муж а мужу христос и они это не переваривают совершенно на дух не переваривают и я такой человек может быть еще из-за того что азербайджанская кровь знаете я не переношу несмирение жены например женщины передо мной может быть это от бога заложено скорее всего я считаю это правильно вот я вам скажу совет ищите первое послание коринфянам 5 седьмые главы если женишься не согрешишь но у вас будут скорби по плоти а мне вас жаль павел говорит заранее жалею при вашем комплекции проще такая же свинья рядом будет и ты ее целовать будешь и тебе больше ничего нельзя будет сделать и такие же поросята вырастут зачем тебе нужно сначала лишний себя сгони вес этот дальше объявляй пост ходи в храм и ты увидишь зачем тебе половина жара уже перегорел 28 лет еще немного и тебя не надо будет работой до пота и тебе на ум не придет тебе одна жена не нужно будет а соломон их 300 жена 700 наложниц у нас за владимира было 2000 и перебирал и какую мудрость мудрость в боге а тебе с ней не справиться вот у нас приехал один с украины была разведенная и кто не приходит они такие эминсипированные евы тебе зачем это ты его тронешь пальцем полиция милиция на ее стороне тебя сразу посадят до выхода никакого нету я советую вам остаться одному павел говорит а я даю как получивший благодать от бога павел говорит это не мои слова я павла вам говорю но если бы лично меня бы сказал ни в коем случае не надо ты не тебе надо с детьми возиться детей много готовых и не обращая их никаких не усыновляй ничего просто работой до пота работой учись пока тебя будут крутиться а там ничего нету то же самое гнилье ничего нету и ты скажешь это все женился и все потерял и чего ради и она теперь разлеглась ты будешь кормить тянуть зачем тебе это надо ты свободный павел не советует хотя горит не согрешишь но не хорошо человеку одному быть это в раю было сказано нехорошо а уже в новом за эти хорошо остаться как я павел говорит и поэтому сектанты когда у них бракососочетание себя не обманывать считает что в раю было нехорошо сегодня наоборот хорошо остаться одному одному для бога себя посвятить есть говорит разница женатые заботятся как угодить жене а ты добавь скобках и никогда и не угодишь они женатые заботятся конечно если ты не спишь как угодить господу и незамужние заботиться угодить господу а замужние как угодить мужу скобках и никогда ему не угодишь вот и все сошлись два врага на веревки это кажется что друзья нет и тебе надо следить за ней крепкой веры нет она тебе изменять будет что угодно будет делать считай крейсеру санату льва толстого ее тело и она им распорядиться как она желает а не как я но вот у меня жена я когда сидел она пробилась везде в москве везде на там ходатай прокуратуре она везде все сделано там тайна завела связи с тюремным начальством где-то что-то передать то есть выше этого ничего нельзя придумать я в ней на сто процентов уверен на сто почему она с детства имеет страх божий и поэтому никак не советую но не согрешишь но только ты пропал человек она засосет тебя говорится как космическая черная дыра я знаете тихонович а вот сама борода она укрепляет получается да 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 это вера ваша вы мало перри пересильте себя борода это богом установлено это мужество это знак что я принадлежу к мужскому роду а зачем ты под женщину подделаешься у женщины растет борода там какая показывает она это не нормально это гормоны там не так там что мужчина это с бородой посмотри хоши мин какая бороденка то она не трогал вот у русских есть тут смирнов отец димитрий у него бороденка так как у чаплина там несколько волосинок он трогает в чем-то он виноват а в этом он не трогает борода у него не трогает но у всех не у всех борода как у фридриха энгельса у карла маркса они друг за другом идут меня когда раньше спрашивали зачем бороду носите а я женщину выру смотри фридриха энгельс какой бородой у маркса поменьше у ленина с клинышком у сталина одни усы а у хрущевой на голове уже ничего нету и все друг за другом идут ну кому подражать папе римскому хрущеву ты даже не знаешь какой ты должен быть какая борода есть такое носи ты его переломи себя в этом кому-то угождаешь по стихии мира живешь все бреется я а фидель кастро не бился не брился приезжал еще и с брежневым целовался он один был такой всем показал пример команданта так все ясно ну так вроде бы все копите вопросы вам не отказано входить но сначала внизу напишите что свободен я или нет значит четырех москвы можно будет заходить до четырех дня 12 часов по москве запомните четырех в это время когда договоримся можем этот участок вам попасть на пенсии но я все время заняты спасибо большое с миром давайте с богом отключайте меня